Захаваем житё детей. Под такой назвой на переднюю Гомеля пройшёл областный межведомостный форум представников державных органов и инших затекавленных службов. У минулого года на Гомельщине от так званых внешних факторов потерпели 32 детей. И какие меры профилактики пропонуют специалисты, доведались наши корреспонденты. Пытание гибели детей застается актуальным для Гомельской области. В минулого года зафиксованы рост гибели детей от внешних факторов у параунания с 2014. Очень волнует именно вставление детей в квартирах без досмотра. Это вот эти москитные сетки, так называемые, которые вроде они какую-то безопасность для семьи, для дома несут, но в то же время они не закреплены и дети добираясь до них. Естественно, у нас был всплеск по прошлому, по запрошлому году, когда вываливались, травмировались, погибали дети именно с многоэтажек. И это только одно из проблемных питаний. Дети без нагляда батьков гуляют за палками, тонуть подчас купания. Как и что треба робить, как взменшить колькость несчастных выпадков. Анализ показывает, что больше загинувших хлопчики в возрасте до 10 годов. И хоть в параунании с 2005 годом колькость подобных выпадков на Гомельщине сменшилась, а маль у 2,5 разы, проблема у Сюрона потребует серьезной уваги и новых подыходов у профилактичной работе. Это привлечение общественной организации и родительской общественности. Ну и также мы вплотную хотим поработать с нашей белорусской православной церковью. Як отзнашу епископ Гомельский Жлобинский Стефан, духовность – это не обовязково только наведывание церквы. Перед за все семейные относины повинны будаваться на принципах духовности. За это не суть отказанность батьки – не перед громадством, перед уластными детьми. Однако, на практице часто все иначе. Дорослые поводят себя неправильно, не только дома у семьи, а и у повседенном житьи. Активисты областного совета старшеклассников навод провели эксперимент. Сами подростки, они заходили в магазины, они спрашивали о том, можно ли им купить здесь алкогольную или сигаретную продукцию. И, как показала практика, взрослые все-таки поддавались на убеждения и продавали эту незаконную продукцию. Другий эксперимент областного совета старшеклассников показал. Предповед на работе с подлетками, які трапили на улик, их можно вернуть до нормальных життя. Каб дитя не отшувала себе у одиноти, треба створать умовы у повседенном житти. Гэта увага с боку батьков ставлены до детей с повагой, интересом до их внутренного свету. Ёген Пабалавец, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадуя компания «Гомель».